Кто-то в комментариях написал, что я типа выгляжу очень уставшим. Скорее всего, фрагмент, который в этот момент человек смотрел, был снят в то же время, что и сейчас. Буквально там спустя 10 минут после того, как я проснулся. Я не знаю, почему я выгляжу уставшим, когда я проснулся, потому что в этот момент мне прям ништячок. Потому что когда ты проспал там 10 часов, 8 часов, 13 часов, можно всегда выглядеть как помятая булка такая. Вот, поэтому все ништяк. Ребят, я когда мне становится хреново, я просто плаваю, я вам говорю, что типа задолбался. Я нормально так поугарал с комментариев ребят, которые мыслят максимально поверхностно. Это я к вопросу о вчерашнем влоге и тексте песни, который идет в конце. Фишка в том, что трек, который я там включал, это один из любимых, наверное, моих треков со всего альбома. Он называется Old Man's Dream, то есть сон старца. И фишка в том, что весь этот трек посвящен именно заключению и завязке общей сюжета со всего вообще альбома, со всех четырех частей. Ну и в том фрагменте, который я вам как раз включил, я кратко вам рассказываю один из своих настоящих кошмаров. Я не знаю, почему так происходит, но с самого детства я не могу спать просто в комнате с открытой дверью. Мне просто начинают сняться такие лютые кошмары из-за этого, что просто, я не знаю, просыпаешься просто реально в холодном поту. Я не знаю, может это с башкой какая беда, но я просто не могу спать с открытой дверью. То есть, допустим, если кто-то открывает дверь ко мне, заходит в комнату, уходит и не закрывает ее, мне в этот момент начинают сниться кошмары. То есть, я не знаю, жопой чую, слышу то, что дверь открыта. Это вот какое-то очень странное такое ощущение, из-за которого я порой просыпался просто вот так вот с трясущимися руками, потому что не знаю, почему так это сильно влияет, но прям жесть. И если посмотреть, даже обратиться к тексту самой песни, да, то есть на русском языке, сейчас я открою его. В начале то, что там произносится фраза типа «Меня зовут Логан Фрей и я пилигрим», она относится к космической части альбома, где как раз главный герой с кучей еще других ребят отправляются в глубокие космосные исследования. И никакого отношения к следующим фразам про кошмары этого фактически не имеет, кроме того, что фразу «Меня зовут Логан Фрей» и все остальные фразы говорятся от первого лица, от имени одной души, которая прожила несколько разных жизней. Конечно же, ребята-комментаторы умные, говорят, что это детский текст какой-то, но у них даже и не хватило бы мысли подумать о том, что это рассказ о самой душе человека. То есть, он как бы вообще у них это не зацепится. Это как раз та самая тема, про которую я вам говорил, то, что здесь нет хитовости, здесь есть сюжетная линия, которая, если выдернуть кусочек, вы не поймете ни хрена вообще. Вот. И, собственно, то, что я вам написал, и я падаю в никуда, в океан бесконечного тихого мира. Вы вспомните ощущение, когда вот вы хотите спать или вы засыпаете, как это происходит? Вы просто лежите, и у вас создается впечатление того, что вы просто в какой-то момент куда-то проваливаетесь в никуда, вот в этот бесконечный какой-то очень тихий мир. Из-за чего у нас периодически происходит вот эта тема, когда вы спите, такие просто бум, типа, я не знаю, как будто упал, короче. Я думаю, такое неоднократно у всех было, и вот эти вот просыпания такие резкие, это как раз когда вас выбрасывает из этого места. И фишка в том, что большинство мыслей и идей для альбома я черпаю из снов. То есть, я каждый раз, когда я просыпаюсь, если мне что-то такое снилось, я записываю или на диктофон, или куда-то в телефон забиваю вот эти вот короткие какие-то обрывки, потому что именно это собрало вообще весь сюжетный ряд всего альбома. Просто такое ощущение, знаете, как будто эта информация уже была в голове, и она не придуманная. И как раз вот эта вот фраза, чтобы закончить историю, которую я рассказывал, я вдыхаю, но никто не услышит мой вопль. Это как раз на тему того, что если вы орете во сне, или вы пытаетесь кого-то догнать во сне, или куда-то добежать, вы, я думаю, замечали, что обычно не получается кого-то дозваться во сне, или кого-то догнать во сне. Вы просто бежите и не можете догнать. И вот как раз дальше идут вот эти слова, пожалуйста, закройте дверь в мою комнату, я чувствую, как холод похищает мою душу. Вот вам как раз ответ на вопрос, о чем сам этот текст. Хотя это только поверхностная все равно информация, то, что это мои кошмары, потому что вся песня содержит в себе четыре кошмара из четырех разных жизней. На самом деле про этот альбом я могу рассказывать просто бесконечно, потому что для меня это просто максимальное погружение в то, что я делаю. То есть я никогда не делал вещи настолько погруженные, настолько глубокие, потому что мне реально рвет от этого мозги. То есть я, весь альбом рассказывает вам фрагменты историй и продолжает истории, которые были в нашем первом, втором альбоме и в Епишке даже в 2012 и ДГО с 2009 года. И все это между собой связано. Это вот как раз та сюжетная линия, про которую я вам говорил. И сложно это в двух словах рассказать. Я вам сейчас все равно рассказал вот эту вот какую-то маленькую поверхность, которая будет непонятна. Знаете, как у меня сформировалось такое вот мнение про этот альбом? То, что The Legend of Thousand Years, то есть Легенда Тысячи Лет, это альбом длиной в жизнь. Я погнал собираться на радио. И давайте до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok